Мне очень приятно, что компания Solar Group пригласила меня в Тулу на эту онлайн-конференцию. Я приветствую всех инвесторов и всех, кто еще не инвестор. Я надеюсь, что вы скоро ими станете. Смотрите, что бы мне хотелось рассказать. С тех пор, как был запущен проект мотора Дуенова, компания Stine задумалась над тем, чтобы увеличить возможности тюнинга транспортных средств. И вот для того, чтобы их увеличить, нужна была самая передовая технология. Самая передовая технология на тот момент, это был 2017 год, это была как раз совмещенная обмотка «Славянка». Но нельзя было использовать просто «Славянку», которая где-то есть. Нужно было дождаться, когда будут выпущены первые моторы, первые серийные моторы, и уже испытывать эти моторы. И вот наш партнер Виктор Арестов, который выступал совсем недавно, то передо мной, он выпустил первый мотор DA-90S. DA-90S – трехкиловаттный мотор с КПД 92%, с 74 ньютона метра – это его максимальные возможности. И этот мотор при этом всего весит 10 килограмм, 10,5 килограмм. И поэтому использовать его можно практически на любой технике, которая как-то близка к мотоциклам. И самый удачный, на наш взгляд, проект – это мотороллер «Муравей», так он назывался в Советском Союзе. Это наш, на мой взгляд, самый удачный проект. Смотрите, он выпускался в Советском Союзе, и это «Мистика». Он выпускался вот здесь, в городе Тула. И вот представляете, мотороллер выпускается в городе Тула. Проект «Соларгрупп» начинает двигать из города Тулы. И вот на нем используется мотор Дуенова. Смотрите, на тот момент и до сегодняшнего дня трицикл «Муравей» является «Мерседесом» среди других трициклов. К сожалению, он сейчас не выпускается. Выпускается его реплика в Китае, но она уступает, конечно, по характеристикам. И вот установив на этот трицикл мотор ДА-90С, представляете, такой маленький моторчик, мы поняли, что этот мотор создан для этого трицикла. Вот Тула, мотор «Соларгрупп» – это фантастика просто. Этот мотороллер на независимой экспертизе у Матвея Плотникова, ну, можно посмотреть видео в Инстаграм, ну, везде, в Ютуб, на ВК, везде. Вы увидите, что он в два, иногда в три раза превосходит все аналоги, точно которые на российском рынке. И я больше, чем уверен, он превзойдет аналоги и индийские, и китайские, и вьетнамские, и вообще даже, я думаю, даже итальянские. Я сказал это тихо, чтобы итальянцы не услышали, а они такие обидчивые. Ну вот, теперь, я думаю, у этого проекта будет продолжение, но сегодня не об этом. Значит, следующий, куда мы смогли установить мотор – это мотособака. Мотособака – интересное тяговое средство – это, как правильно сказать, это тягач, маленький тягач. Изобретение российское, по всей видимости, и оно для рыбаков и охотников. Они ездят на рыбалку, они ездят на охоту, он недорогой, он тащит великолепно, но он на ДВС. ДВС – это неинтересный мотор, на сегодняшний взгляд, это уже вчерашний день. Поэтому мы решили установить его на собаку и попробовали испытать. Что получилось? Получилась великолепная техника. Ей могут управлять даже дети. Ей могут управлять женщины, девушки. Это просто гаджет. Это как телефон. Сегодня зарядил, завтра поехал. Ее можно использовать на горнолыжных курортах, там, где нет вот этой вот подвесной дороги. Ее можно использовать в парках во время проката. Дальше больше от мотособаки мы отходим. И я расскажу немножко о квадроцикле. Квадроцикл с этим мотором тащит три тонны. Три тонны. Он тащит Тойоту Тундру. Я не знаю, видео, наверное, все видели на ютубе. Снимала группа Совелмаш. И они были в восторге. Мы целый день провели на съемках. И просто фантастика то, что делает этот мотор вот на таком вот маленьком квадроцикле. Еще в прошлом году, в мае, был запущен такой проект, который называется Тайная мельница. Это парк страны, огромный парк. Этномир называется. И туда мы поместили волшебные сани Емели. Волшебные сани Емели с этим мотором спокойно тащат тонну. Там 10 человек, 10 красивых женщин спокойно едут по всему Этномиру. Это буквально 20-30 минут. И так все время, в течение пяти месяцев, этот мотор работал безотказно. То есть это уникальный мотор, на мой взгляд. Это уникальная технология. Немножко забываю переключать. Вот эти сани как раз. Вот эти вот симпатичные Емелины сани. О них я могу очень много рассказывать. Я думаю, это тоже перспективное направление для проката, для парков. И что хотелось бы сказать. Вчера, буквально вчера, начались испытания Мотомула. Мотомул с электрическим мотором DA90S. Правда, он зеленого цвета. Ну, то есть это экологический уже Мотомул. Вчера я выложил на YouTube видео. Можно будет посмотреть. Только-только самое начало. И вы знаете, использовать эту телегу одно удовольствие. Она может тащить 500 и более килограмм. И при этом ей управляет всего один человек. Она ездит назад, вперед. Она поворачивается, разворачивается. Это настолько удобная техника. И для этой техники используется мотор опять с совмещенными обмотками. И также вчера была собрана... Это наш первый заказ. Наш первый заказ. Настоящий заказ. Нам за него заплатили огромные деньги. Мы разработали с нуля мини-буровую установку, которая бурит землю с невероятной скоростью. Видео вы тоже в ближайшее время увидите. И там тоже стоит мотор DA90S. И вот перед моим выступлением Виктор Арестов сказал, что он отправил в Россию новый мотор для мотоциклов DA112S. Этот мотор мы с нетерпением ждем. Для него уже все готово. Для него готов байк. И мы будем показывать невероятные скорости, невероятные пробеги, чтобы все наши друзья, и особенно все наши недруги, увидели и убедились, что технология славянка на сегодняшний день это самая передовая технология. Я поздравляю Solar Group за то, что они смогли найти этот проект, за то, что они смогли с Дмитрием Александровичем Дуиновым запустить его. Ну а, пользуясь случаем, что я здесь, на этой сцене, на весь мир, передать огромное спасибо Дмитрию Александровичу Дуинову за эту технологию, а Виктору Арестову за первые серийные моторы, которые мы сейчас используем. Всем спасибо, друзья. Всем огромное спасибо. Спасибо.